Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 628. События дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Пишет Любовь Цыпленкова. В аудиоархиве не открывается премудрица Соломона, глава, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16. Проверять я не могу, и времени нет. Я написал, сразу же отослал в администрацию наших ресурсов и модератору, кто поставлен именно над аудио. Просмотрят, проверят, исправят. Другого у нас нет возможности. сразу исправить. Я никогда этим не занимаюсь, вообще не занимаюсь. Да и не умею. Это делают люди. У нас где-то коллектив 12 человек. Работают. В разных городах. Помощники. Ресурсы наши посмотреть. Вот. Мой мир. Очень богатый ресурс. Люблю его. Ну, его сильно искурежили. Раньше можно было на 10 тысяч человек сразу посылать 12 фотографий и большие тексты. И потом все это отняли от системы. Вот сейчас перекидывает то, что я поставил утром рано. Сейчас будет звонок мне от Никиты Колесников. Будет меня. В 4.40 он встает. Ну, я встал в 3.30. В 3.30, чтобы успеть утром ответить на вопросы. И после этого Надежда Васильевна к окну подходит. Она рядом, тот домик. Тоже, чтобы я не проспал, в окно светит. Ну, как правило, я на ногах уже. Дальше у нас есть форум большой. Ну, 270 человек в среднем в день заходит. Вот посетители. 1600 тем. Очень богатые, удобные пользоваться, регистрироваться. Ну, и канал. Наш канал, видеоканал. Каждый день ставлю 10 роликов. Вот поставил первый сегодня на похорон жены участника Великой Отечественной войны Чернявской. Все. Такие очень интересные. Большая неприятность. Летела гусеница-бульдозер. За 27 минут 30 просмотров. Хотя, людей это интересует, видит. И самым малым. Спросом пользуется проповедь Иоанна Затауста. За 23 минуты нет ни одного просмотра. Вот так. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый ответ на 4124 вопроса. Около 50 книг Ауди. Это тут не чужое, а мое. Это моим голосом насчитанное. Златоуз полностью. 12 тому. Жития 12 тому. Другие книги. Крема, Сирина, Игнатия, Бринчанинова. Многое можно найти. Очень, очень богатый. Ну и сейчас с темы одной война. Беру по вопросу и озвучу. Вопрос 1473. Пятый том открытым оком. Почему христианин не может брать в руки оружие даже для защиты себя и своей семьи? Почему в Ветхом Завете воины поощрялись Богом? Он даже становился впереди войска. Почему маккавеи, нарушая заповедь Неубии, были героями? Ответ. Все, что касается защиты себя, семьи, родины, это отдано в руки защитника. Защитить свою плоть и жизнь, естественно. Свернуть врага, уничтожить его и жить самому более привольно. Как поступил Израиль с теми, кто жил до них в Палестине. Это было тогда законно и позволительно. Это все было по природе. По природе своей человек жаден и кровожаден. По природе падшего Адама. Но Господь пришел на землю, чтобы нас возвести на небо и дать нам новую заповедь. Я говорю вам. А я говорю вам. Когда пришел на землю Сын Божий, Он ввел переходную ступень вверх. Матфея 5, 44. Переходная ступень. А я говорю вам. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Маковеи не могут быть. Одновременно. Надежда подошла. Вот я светит в окно. И 7 сигналов. От Никиты. Я не беру трубку, чтобы не платить. Он каждое утро звонит. Да благословит Господь Никиту и Надежду. Молитва за них. Маковеи не могут быть защищены исполнением этой новозаветной заповеди. Они нарушили ее и повинны стали бы смерти. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2.10. Про оружие нам ничего Христос не сказал. Но сказал, чтобы не убивали. Чтобы любили, чтобы не клялись. Вот среди этих столбов мы и должны пройти. И стену, защищая у нас, построить, не нарушая этих заповедей. И канонов нет таких, которые бы наказывали человека, если он обороняется и свяжет врага или перешибет ему ноги. Предел всему и силовым приемам всем не убей. Вот такой ответ. Ну, будет ли такой ответ удовлетворительен для Смирнова, Дмитрия? Я писал, посылал материалы, говорит, не подходит. Вопрос 1472, пятый том, открытый моком. Считаете ли вы, что патриарх Гермоген был неправ и должен был быть лишен сана патриарха за призыв к вооруженной борьбе против поляков-католиков? В подтверждение своего тезиса о невозможности христианину служить в армии, вы приводите примеры жизни Андрея Стратилата, как они отказались защищать себя и предпочли смерть. Однако из жития видно, очевидно, что его призыв к воинам имел в виду пострадать как мучеником за Христа. Они отказались поднять мещи для защиты себя, однако до этого они, будучи христианами, служили в армии императоров, и в частности Андрея Стратилат, и участвовали в сражениях. Зачем вы притягиваетесь за уши, в кавычках, примеры? Вы же христианин. А так, ко мне записки идут, я за кафедрой в университете. Ответ. Если бы я был в первую очередь православный, а потом христианин, как вы, что я вижу из этой записки? То я бы только тем и занимался, как патриарший абитуриент, и тянул бы за уши гнилые доводы. Но я являюсь в первую очередь христианином, а потом уж православным. То есть все, что есть и было в православии, я тщательно сверяю с Библией. Чего вы вообще не знаете, и не умеете, и не желаете делать. Я привожу местописания. Слова Бога живого, в этом и вся суть. А примеры, какими я пользуюсь, это лишь порошинки, чтобы показать, что во все века были истинные служители у Бога. И хотя бы перед смертью они начинали прозревать, как Андрей Стратилат, чего не скажешь про патриарха Ермогена. В патриархии ныне все построено на умолчании и на беспросветной лжи. Вы хотя бы однажды себе скажите, что вы хотите идти за Христом, и что вы вполне верите, что Христос будет судить вас по Слову Своему. То есть по Евангелию. Евангелие Теана 12,48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет в себе судью. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Когда вы будете христианами, а не прихлебателями у своей юрисдикции, у своих руководителей, которые обманывают вас. Иоанна 5,44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Тогда прозрение ума вашего повернет вас в шок. Да куда же вы шли столько лет? Повторяю этот ответ с кафедры. Матфея 26,52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Когда у вас будет вера евангельская, а не византийского покроя повреждения ума, тогда вам будет открыт путь к терпению идти в плен, а не вести другие в плен, или умереть, а не за меч, за ракету хвататься. Сколько мест Писания привожу. Откровение 13,10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение веры святых. Откровение 14,12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Если бы воины хотели просто пострадать за Христа, как вы говорите, то они бы не убегали, и их бы не догоняли в ущелье. Им некуда было деваться, и смерти они не просили себе, но умерли, как заповедал им Иисус. А до этого они были оязычные христиане, или носящие только вид христиан. А на самом деле были захватчиками в армии языческого гонителя христиан. Если по прочтении в нашей книге к истинному православию главы, а я говорю вам, любите врагов ваших, вы все-таки так и стоите на своем, вам так хочется убивать людей, значит вы не овца, а лютый волк, а прикрываетесь только хламидой предательской патриархии. Лука 9, 55, 56 Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Для Бога авторитета нет, если нельзя убивать, то тем более строг спрос будет с патриарха. Премудрость Соломона, 6 глава, 8 стих Но начальствующим предстоит строгое испытание. Малахия 2, 8 Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левее, говорит Господь Саваоф. 1 Коринфянам 8, 9 Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. 2 Коринфянам, 10, 4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замысла. 2 Коринфянам, 6, 7 В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. На невозрожденных, на мирских людей, хотя бы они из храма не вылазили, гипнотически действуют саны, звания, монашеское деяние. Люди буквально мрут от благоговения, как перед идолами, валятся в обморочном состоянии перед этими изукрашенными и безмолвными. Как увидят эти цветные тряпочки, так в кайф падают, как осенние мухи. Падают в обморок буквально, валятся к их ногам. А кто они? Они такие же, что и мы. Они из этой же среды, их не прислали к нам из особого инкубатора. Чем более человек угодничал перед властями, чем сильнее гнул хребет, горбатился перед высшими себя, тем сильнее потом будет лютовать над нижними. Вот он уже игумен, и мерещится потерявшая клюшка в руках. А он стал еще тупее, еще бессмысленнее. Он только и дуется на пустом месте. А это, может быть, давно уже, только пузырь, муляж один в тряпках цветных. Когда во времена Христа первосвященники наводили страх на людей, что отлучат любого, кто Христа будет признавать, а Господь уже дал им характеристику, что они ничто, что храм, их гордость уже пустой. И там лешие скачут по ночам, там скотомогильник, что они сами пустота. Повторяю, это я говорю с кафедры. Могут ли мне священники простить это? Хотя я говорил это лет 15 назад. Евангелие от Иоанна 9,22. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Иоанна 12,42. Впрочем, и изначальникам многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Вот так у старобрядцев, у всех, кто ходит в церковь, не каньянскую, не православную, отлучит. И они сидят дома, гнилые пеньки, ничего не знают, страх какой, фотоаппарат, если увидят, в обморок падают. Молодые парни, отслужил в армии. У нас здесь заходить нельзя, занятия идут по Библии. Нельзя, это не каньяне. А эти не каньяне топорщатся перед другими. Ой, там молились, мы с сектантами молились. Да как молился, что я с их ересью соглашался. Псалом 61,10. Сыны человеческие, только суета, сыным уже ложь. Если положить их на весы, все они вместе легше пустоты. Не дам причаститься, и все. Причастием играют. Да нигде в Писании этого нет, что он по дуре своей не даст причастия, и ты погибнешь. Люди верят в причастие, а не во Христа. Приучили их и перед попами гнутся. А они это мощное оружие, рай. И в рай только через причастие. Придумать это надо такое. Христа вообще не знают. Библии не изучают. Евангелие не проповедуют. Но он причащается. А почему больной все время? Недостойно причащается. Многие больные, немало умирают. В 47 лет Мария египетская не причащалась. И числицы святых. Лука 13,35. Все оставляются вам. Дом ваш пуст. Пустой храм-то. Ничего нету. Может быть давно не благодати, ничего. Поп куражится там. Причастием играют. Марка 13,2. Иисус сказал ему в ответ. Видишь ли все великие здания? Все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне. Псалом 78,1. Осквернили святой храм твой. Исайя 34,14. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками. И лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Почему никогда и нигде не приводят эти пророчества, не переносят их на нашу землю, если события такие же у нас повторяются? И виновен, быть может, более всех патриарх, которого возводят в ранг святых. Что с нами осталось-то? Отчего не смотрим слово Господне? 1 Коринфянам, 10 глава, 6 стих. Ну, попутно, прочитайте 11 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы, достигших последних времен мы достигли. Вот и все. Ну, считаю, на сегодня хватит.